Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить курицу по-домашнему, в сметанном соусе. Для этого нам понадобится курица, картофель, сметана, соль, перец, растительное масло. И для курицы, чтобы ее покрыть, мы возьмем муку, лук и чеснок. Значит, приступаем. Курицу предварительно мы намазали солью с перцем. Значит, мы ее разрезаем. Курица у нас большая. Подрежем эти части, чтобы она не хорошонечко у нас легла напротив. Немножко надрежем грудку, чтобы курица просто очень сильно крупная, чтобы она хорошо приготовилась. Значит, внутрь курицы мы тоже посолили, поперчили. Сейчас мы ее будем шпиговать чесноком. Значит, мы ее переворачиваем и шпигуем чесноком. Будет это вырезать вот так. Чеснок придаст курица. Значит, аромат приятный, чесночный. Значит, одного зубка достаточно. Тоненькие пластиночки чеснока. Так, курицу мы переворачиваем. Повнутрь курицы мы кладем полголовки лука. Тоже для аромата, для того, чтобы курица была сочной. И переворачиваем. На противень мы наливаем растительное масло. И начинаем нарезать картофель. Курица наша называется рецепт по-домашнему, так как можно накормить семью всю. Здесь и гарнир, и курица. Нарезаем ее вот такими кусочками порционными. Сильно мелко не надо резать, потому что картофель может подгореть. Значит, картофель мы порезали. Его подсаливаем. Чуть-чуть сбрызнем растительным маслом, чтобы оно имело красивую поджарочку. Перемешиваем и выкладываем на противень к нашей курице. Можно картофель заменить к бочкам, тыквой, морковкой. Тем, чем вы хотите. Баклажаны можно положить. Мы сделали картофель. Можно добавить сюда к картофелю баклажаны и помидоры. Так, вот картофель мы выложили. И сейчас будем готовить сверху заливку на курицу. Так, приступаем к приготовлению нашей заливки для куриц. Для этого нам понадобится мука в количестве одной полной ложки. Сметану. Сметану лучше взять 20-25%. У нас вот какая-то она была, 15-процентная. Мы ее взяли. Добавляем соль. По вкусу. Добавляем черный перец. И добавляем чеснок. Чеснок мы измельчим в прессе, чтобы он был более мелкий. Соус наш состоит из одной столовой ложки муки. К ней мы добавляем 3 ложечки сметаны, чеснок, соль и перец. Значит, у нас получилась вот такая вот кашица. Мы ее наносим на курицу. Курицу мы намазываем плотненько, густенько, чтобы она у нас была, покрылась такой корочкой сметанной. Сливочный. Вкус сметаны придает курице сливочный вкус. Машиночку промазываем все. В разогретую духовку до 240 градусов мы ставим нашу курицу на 20 минут. Потом температуру сбавляем. И так как наша курица крупная очень, мы еще будем добавочно ее готовить 40 минут. Если курица более мелкая, значит время можно сократить вдвое. 20 минут потом готовить. Значит, подливаем сюда водички. Немножко для того, чтобы картофель и курица были более сочные. И ставим нашу курицу в духовку. Так, курицу отправляем в духовочку. Мы ее ставим на низ, чтобы сметана у нас не подгорала. На самую нижнюю ступенечку. Температуру 240 градусов выпекаем 20 минут на такой температуре. 20 минут прошло. Мы уменьшаем температуру. Ставим ее на 190 градусов. Открываем духовочку. Проворачиваем нашу курицу вот так. И продолжаем ее готовить. Еще осталось 35-40 минут. Курица наша готова. Первый признак готовности, это когда вот здесь в голени мясо отходит от кости. Значит, мы даем нашей курочке 5 минут настояться в духовке. И будем ее вытаскивать. Курочка наша готова. Значит, рецепт этой курочки мне передала моя мама. Я передала своей дочери. Он очень вкусный. Домашний очень любит его. Пожалуйста, угощайте своих любимых. Кормите домашней едой. Поднимайте настроение и любовь в семье. Добавим перчик к нашему блюду домашний. Готовьте, пожалуйста, курочку по-домашнему. Она вам поднимет настроение. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Приятного вам аппетита. Спасибо за внимание.